Я же писал, в какое время можно. Я вам скидывал? Нет, не скидывали. Я говорил, с четырёх, до Москвы, до четырёх. Ну ладно, раз пришёл. Так, слушаю я вас. Кто вы доказываете, давайте. Я Денис Руков. Живу в Санкт-Петербурге, родом из города АллатРя, в вашей чрезвычайке. Так, ну и как вы нас нашли? У вас что, такой голос есть? Или там что-то микрофон изменяет? Голос такой хриплый-хриплый? Микрофон, наверное, голос не хриплый. Не хриплый. Ну, значит, посмотрите потом микрофон. Так трудно слушать. Ну и что? А на каком вы ролике там задержались? Я сейчас уже не помню. Я очень много вас в роликах смотрел всяких. Меня очень вдохновило. Я, значит, ну а как бы до этого в год уверил, но молитесь. Ну, только сердце не делал, а я сейчас молюсь. Так, подождите. Что-то совсем плохо слышно. А где микрофон у вас? Далеко? Я сейчас с телефона разговариваю. Ну ладно, говорите так поближе к микрофону. Володя, где-то будь рядом, чтобы переводить. Дальше. Говорю в Ютубе, я смотрел разные ваши видео. Раньше в Богу хоть и верил, но... Вот сейчас я походил, дом молитвы не читал. А как у вас видео посмотрел в ночь, стал утром и вечером молитвы читать. И термин, и утрен, и термин. Что-то плохо. И голос исчез совсем. Голос у вас? Да, вот так. Держите ближе, а то совсем исчез. Ничего не слышно. Перед этим что говорили, повторите. Говорю то, что смотрел многие ваши видео и вдохновился. Раньше просто в Бога верил. Сейчас верю и дома читаю, и утреннюю, и вечернюю молитву. Хоть родители читают, не приучили. А ваши видео посмотрел, стал читать каждый день. Вам сколько лет? 17? Нет, 15. 15, да? Вы в школе учитесь? Да, в школе. В каком классе-то? В пятый. В какой? Повторите. В девятый, девятый. В девятый. Понятно. В девятый класс. В девятый класс. Я понял, так. Ну вы сюда зашли, какая у вас цель? Зашли хотел, у меня проблема большая в жизни. У него проблема большая в жизни. Ну давай, поближе к микрофону, накладись, вот так говори. Короче, такое дело получилось. Когда мне 7 лет исполнилось, мать с отчимом сказали мне, то что мы, мол, поедем в Питер, ну, погостить на месяцок. Ну я им поверил, поехал с ними. А сейчас оказалось, что в Питере мы постоянно будем жить. Короче, увезли они меня из Аватаря, из родного города. И теперь в Питере живут. А пока тут жил, уже там и бабушка, и дедушка померла по мастерной линии. И дом остался от них. Дом, жалко до ужаса, потому что прадед все строил. Там ведь и стены родные есть. Ну, все детство я там провел, до 7 лет. А мать сейчас говорит, что тут продавать надо. Ну, жить некому. Я говорю, давай хоть хотя бы квартиранку пустим. Она не разрешает, говорит, надо продавать. А мне дом до ужаса жалко. Не могу просто, например, уже отмотать. Что делать? Что делать? Дом продавать, не продавать, квартиру. Ну, ему жалко этот дом, а мать говорит, хочет его продать. А ему жалко, чтобы... Ну, хорошо. А мать-то с тобой считается, должна, не должна, по закону-то. Что-то погасло там. Вы что-то нажали там, посмотрите. Что там нажали-то? Ну-ка. Да, на удержание. Что такое защает? Не знаю. Нам лучше не нажимать. Я думаю, да. Что-то у нас никак не получается, разговор-то. Все исчезло. Ничего нету. Я этого не стал включать, внизу которую. Так. Что-то исчезло-то, почему? Ле, значит, их на весь. Что, почему у нас перерыв был? Почему? Телефон забарахлил, ничего сделать не мог. Телефон забарахлил? Ну, ладно. Так, поближе наклоняйся к микрофону, чтобы было слышно. Да, а у вас сколько в семье, членов семьи еще? Ну, здесь в Питере я, мать, сестра маленькая, 4 года и отчим. А вот это в Санкт-Петербурге квартира-то? Квартира в Санкт-Петербурге, а дом, который мать хочет продать, он в Алатаре, на родине. А где эта родина? Чувашская республика, город Алатарь. Какая республика? Чувашская. Чувашская. Чувашская, да. Ну, так, сейчас, если не продавать, то там что он будет? Дом стоять пустой? Ну, я, как у матери-то, прошусь после девятого класса сейчас поехать жить туда. А она меня не пускает, говорит, будешь тут ведь, а дом продадим. А мне жалко продавать до уши, ведь родина, я там родился, там и стены родные. Так это так, взять и продать. Так, а я как могу быть полезным? Он совет у вас спрашивает, как... Ну, тут сейчас опять не слышно. Только губы шевелятся, а ничего не слышно. Вы с аппаратом разберитесь, чтобы у вас микрофон работал в следующий раз. Хорошо, говорю, совета вашего прошу, что мне делать в этом случае? Ничего не делать, потому что вы несовершеннолетний еще. Я вам не могу советовать ничего без матери. Вот если бы ты с матерью зашел сюда, мы бы посоветовались. Так, я сразу спрошу, у нас все выставляется в интернет, все разговоры, вы не против? Нет, не против. Я пока подожду с этим. Вы с матерью зайдите, я не имею права вам советовать. Вот в чем дело-то. А как бы мать, я бы как-то мог повлиять на нее. А за это время, пока с матерью будешь говорить, мы будем вместе молиться об этом, чтобы Господь положил ей на сердце. А тут я хорошая мысль-то сохранить дом-то, тем более где родился-то. Ну ты, если бы был ты лет 20, тогда я бы сейчас сказал, что делать. А так я не могу. Но я сначала помолился бы. Ты свалился у меня, как снег на голову. Мать-то, ты с матерью можешь выйти сюда? Нет, не могу. Я сейчас дома нету. Ну, где она? Она нету. На работе. Ну, она придет на работу-то. Я вам скину сейчас с четырех Москвы, до четырех вечера. Вот в этот момент ты можешь зайти ко мне с мамой вместе. Хорошо, спасибо. Да, не спасибо, у нас говорят, спаси Христос. Спасибо Христос. Так, ну что сказать дальше-то? А какие духовные вопросы какие-то еще есть? Еще вопросы есть, да. На днях смотрел видео, наткнулся на Лыковых. Может, знаете таких, которые... Знаю, знаю, знаю. Агафья там живет. Агафья, да. Она сейчас, не знаю, живая, не знаю, нет. Если живая, дай бог ей здоровья. Я вот спросить хотел. У меня просто предцы тоже были староверами. И вот она говорит, что нельзя, ну, с мирским быть рядом. Говорить мирское, это слово, что надо, грубо говоря, подальше быть основной. В ней советы не могут быть правильными. Она никогда не жила взрослая в миру. Она не знает. В тайгу мы не уйдем. Мы живем, вот вы ко мне зашли сейчас. Мы живем, вот я среди города. А я не выхожу на улицу. Володя работает, дошел, поработал, вернулся. Как это? Господь говорит, я не говорю, чтобы взял из мира. Прямо. Но чтобы сохранил от зла. Он, наоборот, говорит, идите по всему миру, не по тайге, как Агафья. И проповедуйте Евангелие. Не с медведями будь там, а с людьми. Она не знает, какой это совет дать-то. Она неграмотная женщина. Они жили без священства. У них не было священства. А без священства это не церковь. Поэтому ее слова здесь, они не имеют никакого значения. У нас тоже вся природа, старообрядцы были, корни. Но мы увидели, что там без священства, там киржаки назывались. Мы стали искать и вот нашли. Мы относимся здесь не к московскому патриархату, а к прусской зарубежной церкви, белоэмигрантской, которые ушли во время, когда революция была, они оказались за границей. И они не были подвержены органам КГБ и прочее. Мы к ней относимся. Таких общен только две на всю Россию осталось. Это мы. А мы имеем общение с патриархией. Вот вчера у нас служил их митрополит. У нас близкие отношения. Мы признаем благодатность друг друга. У меня брат родной, он протеерей. Ну вот так. Вот вчера наши ролики посмотрите, и там видно, как архиерей у нас служит. Вы видели, как у нас люди одеты на службе? Как девочки одеты? Да, в плосках. Вот. Это у нас очень строгая дисциплина. У нас посты все соблюдают. Ну, надо смотреть на это. А ты почему расстегнутый вверху пуговку? Почему? Туши, туши. Нет, перед шеей пуговиц, чтобы был застегнут. Это масонский знак. Это враги Христова приучили. Или в галстуке, или расстегнуть. Никогда они не делают. Вот видишь, всегда застегнуты. А я застегнулся 65 лет, наверное, назад. А можно еще спросить насчет пояса? Вот у вас видео было? Да. Я так не понял. Пояс-то обязательно, да? Обязательно. А пояс 102 раза говорится в Библии, что мы должны носить. 102 раза. А что ни носить, ни разу не сказано. Христос был с поясом, ангелы с поясом, пророки с поясом, апостолы с поясом, монахи с поясами. Тут спрашивать некуда. Военные, милиция, воинские части, все с ремнями, все с поясами. Понятно. Это собранность означает. Человек говорит истину, ему нельзя болтать с языком, говорит, подпаяшься, припаяшься с истинною. Пояс – это знак истины, что ты не лжешь, не врешь. Наденьте какой-нибудь пояс, я не знаю, что у вас есть там, ну, что угодно, чтобы всегда был с поясом. И застегнись, перешей там дальше пуговицу, но чтобы всегда был застегнутый, никогда не расстегивайся. Это маленькое, но это показывает на вашу собранность. А я посмотрю, какой ты послушный, нет? Так, вот сейчас говорить, опять не слышно ни одного слова. Хорошо, говорит, перешиваю. Вот, что-то у вас с микрофоном разберитесь, кого-то пригласите, чтобы посмотрели. Хорошо. Да, еще что у вас есть, вопросы? Хорошо, вы завтра, у нас завтра во вторник, вы с мамой можете зайти сюда? Постараюсь, если не зайка будет, то... Вот, она во сколько уходит на работу? Работа уходит в 7 часов. В 7 часов она уходит, да? Да. А во сколько встаете? Я полшестого, мама в 6. Ну вот в полседьмого она может с тобой выйти? Чтоб до работы ее вы зашли вместе. И тогда мы поговорим. Хорошо, хорошо. Все пока-то на этом, да? Да. Так, с Богом, до свидания. Я подумал, мужик пьяный мне звонит, у тебя голос тут искаженный, хрипит. А так, говорит, мальчик, я думаю, если ты лжешь, то больше встречаться не будем. Не правда это... Не правда это смертный грех, никогда не допускай. Как звать-то? Денис. Денис? Да. У меня племянник Денис есть. Ну, во славу Божию. А ну-ка перекрестись, покажи, как ты крестишься. Правильно. Вот сюда-то плеча доноси, чтобы было. Ровно у тебя. Потому что небрежному маханию, как попало, руки бесы радуются, говорит Иоанн Златоуст. На нашем форуме, на сайте я вам сейчас данные все скину, и вы там ищите, найдете. Вы там найдете море информации. Все пока на этом. Да благословит вас Господь. С Богом. Значит, завтра я вас могу принять. Чтобы мама... Маме расскажи все, если она пожелает. Все отошел. С Богом. Спасибо. Аллилуйя. До свидания. Спаси Христос.